Ой-ой-ой, друзья. В общем, я собрал видеоматериалы на уличных проституток, на девушек по вызову и написал на них заявление. Также я написал заявление на три сайта, которые предоставляют их анкеты. Честно скажу, впервые ходил и писал на кого-то заявление. Сперва были вопросы, кто я такой, чем занимаюсь, что делаю в Ижевске. Затем, когда начал рассказывать, складывалось такое ощущение, что мне хотят сказать, «Ты давай тут не геройничай, езжай в свой город и там наводи порядки». Видеоматериалы они у меня так и не взяли, это вышло где-то на 30 гигабайтов у меня. Сказали, если что, мы вам позвоним. Я специально подождал, и вот уже прошло чуть больше месяца. Честно скажу, я не знаю, что там сейчас творится на улице Удмуртска и что стало с девушками по вызову. Но три сайта точно уже заблокировали. Хозяин одного из сайтов создал второй такой же сайт, просто изменил название, добавил цифру 2. Теперь я отвечу на основные ваши вопросы. Хотел бы я, чтобы кто-то из моих родственников работал проституткой? Нет, конечно, я бы не хотел, чтобы кто-то из моих родственников, к примеру, работал на рынке и торговал семечки. Либо убирал какие-то туалеты. Легализация, это не значит то, что общество будет поощрять данную профессию. Я бы не хотел бы, чтобы кто-то еще работал в этой сфере. Но я прекрасно понимаю то, что избавиться от этого, ну, невозможно. Борьба с проституцией, это борьба со следствием. Нужно бороться с причиной. А причиной является власть. Мое мнение, то, что нужно вести борьбу как и с нелегальной проституцией, так и с властями. Да, зарплаты маленькие, да, работы нет. А что, если будут достойные зарплаты, исчезнет проституция? Или проститутка, когда узнает то, что она болеет какой-то венерологической болезнью, она перестанет заниматься своим делом? Понимаете, если бороться с последствием, это будет также сказываться и на причине. Так скажем, сейчас их кто-то крышует. И идет борьба, общественная борьба. И это значит, что власти начнут задумываться, легализовать ли ее. А так, пока проститутки работают, скидывают бабло, кому надо, ничего меняться не будет. А так, когда начнут прижимать и тех, и других, об этом начнут задумываться. Я стал мусорским. Вот с этого я орнул. Ну тогда расскажите, как с этим бороться. Или может подойти к проститутке и сказать, ай-яй-яй, нехорошо, больше так не делай. Друзья, я больше не знаю способов, как с этим бороться. Кроме как писать заявление, чтобы им начинали заниматься. Ну и заключительный вопрос. А ты не боишься, что с тобой может что-то случиться? Власти или бандиты могут с тобой что-то сделать? Что-то сделать могут и со всеми. Я, как и большинство населения, хочу жить, хорошо жить. Бояться не боюсь, да, я понимаю то, что я увеличиваю риск, то, что со мной может что-то случиться. Давайте я сниму шапку. Видите, ребят, у меня ирокез. Ведь он неспроста. Я же не собираюсь всю жизнь молчать и жить, как терпящий все это обывателем. А если хочешь что-то изменить, то это всегда риск для жизни. Вы знаете, есть такая группа, ничего хорошего. У них есть песня «Шаг против». Она просто хорошо отвечает на данный вопрос. Я один мало могу что сделать. Вы можете также проявить гражданскую позицию и хотя бы прикрыть сайты, которые предоставляют анкеты проституток. Это, друзья, несложно. Но если вас не затруднит, поделитесь видеороликом. Также пишите больше комментариев на YouTube. Если не знаете, что писать, пишите. Дикобраз, с Новым Годом! Вот и все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Дикобраз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.